и приветствую вчера пришла ко мне долгожданная посылка из алиэкспресс в этой коробке должна находиться новая портативная мини консоль от компании мию это мию мини плюс вот шла она где-то чуть больше двух недель из китая вот вчера ее забрал в постамате пятерочки так но перед тем как мы откроем эту коробку я хотел бы поблагодарить всех своих зрителей за то что подписываться на канал вот но кто смотрит данное видео без подписки прошу подписаться для того чтобы не пропустить новые ролики потому что в этих роликах я делаю обзор на консоли сравниваю их мы делают вместо вас для того чтобы вам было проще выбирать нужно для себя консоль поэтому подпишитесь сделайте приятное меняю ну и сами будете получать полезную информацию так ну давайте вскроем и посмотрим что там внутри висит она в принципе достаточно легко по поводу заказа как происходил заказ и получается не с первого раза смог заказать третьего раза купил официал потому что консоль очень быстро разбирают буквально за две минуты разобрали 400 экземпляров сейчас я так понимаю такого особого же тоже нет но консоли постоянном наличии как бы в постоянном наличии магазине нет но периодически официал выкидывает значит на прилавок где-то около 400 консолей вот информацию о дате поступления новых консолей я постоянно выкладываю себя на канале поэтому опять таки это очередной повод для того чтобы подписаться на канал вот ссылка на товар с официальным в официальном магазине будет значит в описании к этому ролику также в описании к этому ролику будет ссылка на проверенный магазин у которого есть данная консоль от постоянного наличия но с наценкой там где-то около около 500 рублей поэтому решайте сами либо сейчас заказать или доплатить 500 рублей либо дождаться информации когда выставлю сюда на канал вот и купить уже у официального продавца ну придется чуть подождать ну давайте приступим к обзору так пришла она в такой вот виде для упаковки все четенько смотрите никаких следов этого нет коробка целая и по внешнему виду коробки на внешней стороне видим что это не менее плюс здесь что у нас указано что так у него и пес экран 35 дюймов работает она где-то семь восемь часов имеется карта памяти micro sd оригинальное разрешение дисплея в играх батарея 3000 миллиампер часов и встроенный вай-фай для онлайна то есть скорее всего здесь еще можно играть в онлайн давайте открывается она здесь идет карта памяти на 64 гигабайта кстати карта памяти похоже на ту карту которая установлена в этом в ангелинке rg35xx кто-то говорит что плохие карта памяти но у меня никаких проблем вообще с картами памяти никогда не было я уже пользуюсь мию-мини первым мию-мини где-то больше года вот из-за этого промежутка времени вообще никаких проблем не было поэтому не знаю я не сталкивался с тем что они поставляют плохие карты памяти ничего плохого про эти карты памяти сказать мало прочь так это инструкция такая красочная на китайском и на английском языке расположение кнопок указано меню фраза ну вот она мию-мини плюс долгожданная консоль моя на экран наклеена пленка защитная транспортировочная тогда что еще и в комплекте то есть картридер и защитное стекло молодцы начали ставить защитное стекло но это салфетки ощутимо стал тяжелее чем мию-мини первый да вот так он выглядит так ну давайте по внешним виду пройдемся экран стал значительно больше чем в первой в первой ревизии вот здесь орган управления кнопки нажимается достаточно хорошо четко отщелкивание это кнопка меню селект старт дипа тоже нажимается достаточно хорошо справа страна у нас ничего нет с левой качели громкости на первой серии было раз колесико здесь сделали качели громкости так здесь индикатор заряда включения кнопка включения кнопка включения утоплена тоже хорошо то есть случайно и не нажмешь снизу у нас разъем мини-жек здесь слот для карты памяти и разъем для зарядки здесь я так понимаю от ага разъем короче проверим потом попозже здесь кнопки r1 r2 r1 l2 то есть написано модель мию-мини плюс адаптер 5 вольт полтора ампера батарея литиевая 3 7 вольт 3000 миллиампер часов на первой серии была наклейка здесь уже отпечатано все это дело и еще смотрите какая характерная черта вот у ними у них вот этот отсек для аккумулятора закрывать с крышкой это считаю хорошо то есть не надо разбирать консоль для того чтобы поменять допустим батарейку тут хорошее такое решение как обычный фирменный аккумулятор даме написано так вот аккумулятор так мы давайте быстренько сравним по внешности по по размерам да так вот мими это первыми имени это мими плюс и анбельник rg35xx вот такие вот такая вот разница в размерах это действительно консоль уровня мини это консоль такая средняя между rg получается и мини ну как я кстати скажу держится достаточно хорошо то есть кнопки лежат именно в тех местах где пальцем удобно здесь держать немножко тяжелее это действительно такая миниатюрная консоль да это уже чуть чуть больше кстати по весу она даже тяжелее чем rg35xx не знаю с чем это связано но она тяжелее так ну раз мы размер посмотрели давайте тогда уже точно размером скажу так высоту 10 сантиметров в ширину 7 и 8 сантиметров в толщину 2 сантиметра 1 миллиметр 21 миллиметр и в тонкой участи 15 миллиметров то есть мини как обычно сделала миниатюрную консоль внешне выглядит очень даже приятно красиво вот так вот давайте запустим посмотрим как она работает и и так ребята вставил карту памяти давайте запустим посмотрим как консоль работает при включении выходит надпись мию мию linux games при включении есть такая фоновая музыка послушайте в первую серию такого не было так фаворит это выбранная игра здесь у нас просто так и давайте посмотрим что у нас тут есть какие есть эмуляторы так аркада famicon ff play что такое геймбой геймбой адванс маме мега драйв на гео на гео покет openbore pce ps1 superfamecom sms shoot так и уже повторяется здесь так давайте начали поменю пройдемся но это меню ретро arch на стопе камбит да тут куча всяких эмуляторов так ап файл xpro explorer то есть там доступ к папкам ветра arch settings так здесь включение включения здесь увеличение яркости может уменьшить можно увеличить вай фай включение включения цвета так вот регулировка языки давайте посмотрим есть русский язык русского языка нет будем значит английский так кейс моп скресно проверка надо проверка кнопок ню сейф ледит так bgm volume это скорее всего звук фонов звук уменьшил его можно убрать кстати так и здесь тема у нас дефолт тема это тема похоже на этот на горлик ойс видео про горлик ойс есть не в этом на канале и темы есть тема очень много очень много тем это интересно у геншин кстати у тем даже есть своя музыка такая под геншин и патт так это вот в режим сна получается да то есть можно 5 минут 15 минут либо нет вообще стоять так давайте помнем тема тема такая себе тема это генбольская дальше fixes audio fix on off и сброс на заводские настройки здесь информация модель номер версия 28 мегабайт памяти sd карта 55 из 58 забита все показывает так вот все по меню давайте теперь запустим игры посмотрим как она играет давайте запустим самых тяжелых пойдем с playstation так что у нас есть костыльвания резинты его краш бандикуд дина кризис контрат по драма и на кризис дайвер в этом форска туризма давайте гран туризм посмотрим как будет играть сейчас а просто для примера запущу две игры пару игр вот более подробно обзор уже будет позже после этого недельку используем расскажу так пока первых впечатления форска туризма а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 изъянов никаких минусов на данный момент я ничего не заметил то есть мне очень понравилась данная консоль в принципе как и нравится мне вот первая версия то есть это продолжение первой версии но сделано чуть больше для того чтобы было более удобно играть но она свою миниатюрность не потеряла то есть ее также будет удобно ложить в карман в сумку много места она не занимает она даже чуть меньше чем rg35txx хотя и rg35txx мне тоже нравится то есть мне в принципе все консоли вот эти нравится но ми мини у меня вызывает какой-то больше такой интерес этой компании потому что это была одна из первых моих покупок и вот я можно сказать к ней более неравнодушен больше больше нам не притягивает вот хотя и ангельник принципе ничем не уступает вот из плюсов что скажу большой экран чуть больше размер удобнее хват да соответственно звук хороший стал приятный вот экран достаточно четкие яркие то куда и песка вот наличие вай фай который уже потом проверю в следующем видео в целом в целом консоли что удалось так где купить эту консоль и оставлю в описании в описании будет две ссылки первая ссылка будет на официальный магазин в официальном магазине еще раз повторить что не всегда есть эти консоли в наличии они просто вставляют на определенный период день выставления консоли я всегда пишу за день где-то за два когда узнаю эту информацию выставляю себя на канале поэтому отслеживайте кто хочет купить именно официальном магазине кто хочет купить здесь сейчас допустим я стали второй слух тоже на проверенного продавца я у него также покупал консоли вот можете принципе там спокойно себе посмотреть прицениться и сделать свободу где хотите покупать короче вот так скажу вот там придется немножко переплатить рублей 500 ну каждый решает сам то есть либо ждет либо покупать здесь сейчас вот ну а вы подписывайтесь на канал чтобы не пропустить интересные ролики об этой консоли и о других консолях вот ставьте лайк пишите свои комментарии по поводу данной игровой приставки вот но и так затянул это видео поэтому совсем прощаюсь как обычно желаю всем хорошего настроения удачи чтобы все было хорошо мы все всем пока увидимся в следующем ролике